Привет, дорогие друзья! Многим из нас кажется, что власть чего-то не понимает, чего-то объективно, ну, понятного всем, вот власть чего-то не понимает. Все она понимает, и для того, чтобы понять то, что происходит, достаточно, ну, я не хочу запутанно сильно говорить, я вам скажу так. Неужели власть не понимает по нападениям тех людей, которых называют в Украине ультраправыми? Да, в моем понимании большинство из этих людей это просто кугутские жлобы, которые приехали из мест с труднопроизносимыми названиями, да, и они вдруг посчитались, что они принадлежат высшей расе и так далее, арии, там, вальхало и все такое прочее, да, это мое личное отношение к этим чертям собачьим. Но, неужели власть не понимает, что происходит с этими нападениями и что не так с этими нападениями? Смотрите, вот это вот мониторинг, он сделан Институтом Республика при поддержке фондов из ФРГ. Это левая организация, мне все, и даже с уклоном, знаете, ну, то есть, вот они посвящают много исследований нападениям на ЛГБТ-совое общество, к примеру, ну, вы понимаете. Меня не интересуют их взгляды, меня интересует их статистика, и там очень интересная статистика. Вот, взагалом, с 14 жовтня 2018 по 14 жовтня 2019 рік было зафиксовано 137 випадков, из них 48 – это конфронтация, 89, тобто, наверное, больше, чем половина этих випадков – это насильство с боку ультраправых, спрямованных против людей или майна. Мониторинг проведен с октября 2018 по октябрь 2019 года, и фактов насилия со стороны ультраправых, ну, огромное количество. Это только то, что они зафиксировали. Вы можете побачить этот график на экране и побачить, что вековый месяц ультраправого насильства был листопадом. Далее было где-то, что стабилизировалось, в таком, более равномерномерном распаде. В пятом месяце, власне, мы можем спостерегать какие-то изменения после этого листопада, потому что в листопаде мы сейчас захопили період, когда была довольно активная, найактивнейшая ультраправая вуличная организация в Украине – С-14. Была активность, суперактивность, суперактивность на падениях, потому что была организация С-14. Кто из организации, вопрос к власти, кто из организации С-14 сейчас сидит в тюрьме за преступления, которые они совершали, которые мониторились, которые там фиксировались и так далее? Кто сидит? Никто не сидит. Ответ очевиден – никто не сидит. Все дела, дела в отношении Мазура, дела в отношении других героев, да, Карась был арестован одним из трех подозреваемых в деле об убийстве Бузины, был арестован Карась. Вы не знали об этом? Нет, а потом он был отпущен. Вот, ну, вы знаете, как оно бывает? СБУшные почему-то, почему-то им везет, они постоянно выходят. Вы представляете, что бы они ни совершили, потом начинают гулять, ну, правда, постукивать, ну, то такое. После этого они, вероятно, вы решили, чтобы переформатировать свою деятельность, и уже набагато меньше, принаймир, протягом этого периода были помещены в уличном насильстве. Было меньше зафиксировано уличного насилия, потому что С-14 решили переформатироваться, и сейчас они строят из себя там партию какую-то, не знаю, кто в них вливает, какие-то маргиналы, да, вот, и, или, я не знаю, или СБУ напрямую финансирует, может, какой-то генерал решил себе партию, короче, сделать, вот. Вот, вдумайтесь, уменьшилось насилие по Украине из-за того, что вот группировка каких-то непонятно кого, да, решили переформатироваться. К слову, они серьезно так переформатировались в муниципальную варту, и сейчас уже там, они там салютуют Кличку, да. Далее, после этого мы бачим пики в лютому и в травмі приблизительно одинаковые, в лютому это было связано с передвиборчими перегонами, потому что в Украине довольно много заключалось до будущей конфронтации в передвиборчий период. И в травмі это переважно связано с их попробами предоставить акции 1 травня и 9 травня, а также нападами на спільноту ЛГБТ, которая проводила свои законы, выступала за свои дела. Потом пик был в мае, в феврале и в мае уже 19-го года. Был пик, потому что там 9 мая, 1 мая, и вот они нападали, нападали, никто не сел, да. А вот что происходит потом, это крайне интересно и крайне важно. Но власть, ну, они же или тупые, или я не знаю, какие они, или сцикливые просто. Вот. То есть это не ложь. Я слышал это от многих экспертов, от многих аналитиков, от многих правозащитников. Что после выборов резкий провал. Все. Они испугались. Они не знали, что с ними будут. Они думали, что будет исполняться закон. Они думали, что власть и люди, которые обещали перед выборами, там, все будет по закону, да мы там будем вот так, да мы там будем это, что они будут исполнять то, что они обещали. И поэтому насилие просело. Насилие исчезло. Вы представляете, практически в ноль выходит насилие, потому что эти все правые, они же знают только одну, один язык, язык силы. И они притихли. А потом опять по новой. Но я хочу наговорить, что за весь период мониторинга не было жодного месяца, когда не было зафиксовано жодного випадка ультраправого насильства. То есть, что месяц мы имеем такие випадки. И за весь период мониторинга было всего 10 недель, когда не было жодного поведомления про ультраправое насильство. За весь период мониторинга было только 10 недель, когда не было зафиксировано ни одного нападения. 10 недель. Что тут непонятного? Основные организации, которые были больше помещены, то есть, мова идет про те випадки, где они были идентификованы. То есть, есть частая випадки, где мы не знаем, кто чинил эти напады, потому что организаторы взяли на себя ответственность, это не было зафиксировано в СМИ. Но из этих випадков, где это было зафиксировано, а где они брали на себя ответственность за определенные напады, на активнейшую, как я бы разговаривала, есть организація С-14. Если бы такое происходило где-то в Европе, то они не сидеть могли бы только по одной причине, если бы они не были идентифицированы. Они все идентифицированы, никто из них не сидит. Стучит кто-то. С-14, наверное. Она была, например, помещена в 40 випадках, 25 из них это насильство, и четверть из этих 40 випадков это насильство людей. Далее у нас идет национальный корпус, традиция порядок, неведомый патриот и фрайкорд. 40 случаев нападений, 25 насильничественных. 25 случаев насилия зафиксировано, и зафиксировано в том числе правоохранительными органами. Никто не сидит, никто не понес наказание. Если говорить про жертву и про правого насильства, то на этой инфографии саможертва нападей на людей. То есть это не всех случаях, а самонападей на людей. И на частейше саможертвами стают феминистичные або ЛГБТ-активисты. Ну, ясное дело, что феминисты и ЛГБТ-активисты, они больше всего подвергаются насилию. Вы понимаете, в чем фишка? Вот это вот и подтягивается. Такого рода статистика, которая преподносится таким образом, она и подтягивается потом для того, чтобы вот эти вот люди, которых принято называть ультраправыми, заявляли. Мол, смотрите, мы там нападаем на тех, кто исповедует нетрадиционные семейные ценности и так далее и тому подобное. Они используют это в своей риторике. Далее в 13 случаях насильства против людей было спрямовано против политиков политических партий, особенно в контексте передвиборчих переменов. И тут можно говорить переважно про оппозиционные партии. Скажут, что не только оппозиционеры подвергались нападениям. Ну вообще вдумайтесь, да, европейское государство. Оппозиционные политические силы подвергаются нападению со стороны крайних правых, которых нанимает власть. В контексте перегоней так же далее у нас идут по кількістю жертв, это государственные институции, то есть просто какие-то различные государственные установки. Четыре випадки, это журналисты або ЗМИ. Потом представители государственных органов подвергались нападениям. Ну, такое бывает, ничего страшного. Дальше вообще говорит, органы всевозможные, там государственные органы на банки нападали. Да ничего страшного, ну боже мой, ну на банк напали. Ну и нападение на средства массовой информации, на редакции, там все. Это серьезное преступление, за него сидеть должен, никто не сидит. А как вам касательно тех нападений, о которых они сами рассказывают, вывешивают, видео с ними размещают, да? И вот там вот было нападение, значит расскажут, где избивали парня и говорили, что он недочеловек. Никто не сидит. Кроме того, я хочу наголосить, что несколько случаев нападов на людей, которые очень мало поведомляются в ЗМИ. И про них мы узнаем, что переважно, из пабликов тех самых правых организаций. То есть там, где они хвалятся певными своими подвигами, так бы вы говорите. Это, в частности, напады просто на людей, например, в лютому в Киеве был випадок, когда автономное националистическое общество побили людину, звинувачивая его там в какие-то негидные поведенцы. То есть там вообще не очень понятно, за что мы его побили. Они просто выставили видео и там видно, что людину бьют, звинувачивая его в негидные поведенцы и называют его недолюдиною. Нашу журналістку, со своей стороны, интересовало, а почему нет сообщений о нападениях на наших активистов, нападениях на наших журналістов? Вітаю, Кирченнеля Шарінет. Скажите, пожалуйста, почему в вашем мониторинговом звитке нет никакого нападения на активистов в предвиборчий период от прихильников политической партии Анатолия Шарія на журналістов Анатолия Шарія? Как проходить взагалі система відбора информации, яка входить у звитки? Чем можемо ми зі свого боку надавати вам информацию, для того, щоб ви включали її до звита? Тому що, до прикладу, в Хмельницькому депутат від «Свободи» вдарив по обличчю прихильника партии Анатолия Шарія. У Львові праворадикальна організація напала на людей, які роздавали повітряні кульки в центрі міста. Тим не менше жодних кримінальних проваджень не було, справи не просуваються. На що представительство інститута сказало, що вони насправді внесли ці случаи нападіння, просто вони не попали в цю презентацію. Окей. Далі слідує інтересніший питання від чоловіка, який прийшов до вишиванки. Ви знаєте, вони як індикатор якийсь вже приходять до вишиванки, буде хороший питання. Це третій внизу абзац, 17-та сторінка. Дякую. Роман Кухарук, інформаційна організація. У мене три безвідповідальні питання до вас. Перше, який стосунок має Свобода Слова до таких видань, які ви перелічили? Страна, Ньюзван, Наш, 1+,1, 112 канал ЗІК. Коє відношення імеє Свобода Слова к таким ізданням, як Страна, Ньюзван, 112? Ну, со 112-м він знає, наверное, какое імеє відношення. Потому що Роман Кухарук, благодаря 112-му, вообще, хоч де-то світился. Потім, з определенного моменту, його перестали приглашати, і він пропал отовсюду. Ви щось його нигде не нагуглите вообще, да? Коє відношення імеє Свобода Слова? Таким, як ти, молчать би. Кожний раз, на кожній подібній акції затримуються ультрарадикали, ці ультраправі активісти. І жодного разу ми не бачили, власне, виходу юридичного з цього. Тобто, щоб когось перетягнули, бодай, до адміністративної, тим більше, якщо йде 171-й перешкодження журтівської діяльності, до кримінальної діяльності. Власне, це питання. І друге підпитання, що ви думаєте стосовно занадто великого відсотку заграбованих спецслужбами різноманітними, власне, цих горе активістів. І представительство інституту підтверджає, да, правовая кваліфікація взагалі не дається, или люди просто даже не задерживаються, а те, які задерживаються, сразу відпускаються. В переважній більшості випадків, насправді, правова кваліфікація або не дається взагалі, і немає жодних наслідків, або їх затримують, вони надають якісь певні пояснення, їх відпускають, відповідно, теж без жодної кваліфікації. І так, що ми маємо? Після виборів їх активність резко упала, а до цього їх активність була просто безгранична, тому що їх ніхто не наказував. Активність упала, проходит определенне время, активність восстанавливається. Неужели власть, ну вот що, недальновидная, трусливая, тупая, вот як це назвати? Неужели Владимир Зеленський не понимає, що відбувається, і як просто і быстро було б успокоїть вот эти вот движення, які безпредельно нападають на людей, щоб вони просто действували в рамках закона, чи вообще бездействували, попрятались, разъїхалися по родним селам і так далі, там мамкам з папкам помогати копати картоху. Вот скажіть, це що це? Реалі, недальновидність, трусість чи тупість? Жду вашого мнення. Мені кажуть, це дуже просто. І мені кажуть, коли ми прийдемо к власть, ми покажемо, як це роботає. Пока!